Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать. Радио «Народная волна» Я глядвенно обещаю не воровать ваше время. Нет, напротив, мне кажется, у нас шикарный тандем. Потому что мне, во-первых, безумно любопытно, действительно, что происходит в Америке, совершенно искренне. Потому что то, что пишут наши СМИ, и так как это преподносится в России, это абсолютно мракобесие. То есть перевернуто все на голову. И я всегда интересуюсь у людей, которые живут непосредственно в эпицентре событий. Это для меня принципиальный момент. А также, как и, я думаю, многие державы чуть-чуть перекручивают то, что происходит где-то по соседству. Это всегда такая была пропагандистская игра. То есть бесценно, когда люди действительно из уст в уста что-то передают без посредников. Поэтому, я думаю, у нас хорошо получается вдвоем, синхронно, не мешая друг другу излагать какие-то события. Ничего не имею против. И надеюсь, что мои слушатели меня не побьют за то, что... Вы знаете, довольно жестко меня обвиняют в том, что я не даю возможности вам поговорить с народом. Ну, посему предоставляю вам слово. Давайте начнем с того, что происходит у вас. Если у вас будут ко мне вопросы, то я готов на них ответить честно, откровенно, положа руку на сердце. Благодарю. У нас много событий, конечно. Все происходит с таким каким-то невероятным концентратом. Я уже перестала удивляться всему происходящему, потому что сначала случился Хабаровск, естественно, что было крайне неожиданно для кремлевской власти. И это было... Я, честно говоря, подумала, что ребята испугаются. И в какой-то момент даже дерзновенно задумываются о том, что, может быть, мы что-то делаем не так. Так вдруг одномоментно, я не припомню периода, когда бы на улице вышло порядка 100 тысяч человек. Причем удивительный момент был в том, что вышли люди фактически неконсолидированно, то есть не было заявленного лидера. Если в Москве протесты всегда организовывались с кем-то, и власть была спокойна, что, ну, там, допустим, условный Навальный призывает на какой-то митинг, или какая-то сила собирает людей на конкретный пикет. Всегда была понятная повестка, там, против повышения пенсионного возраста, или против каких-то законов, или, наоборот, за депутатов Мосгордуму. То есть здесь внезапно случилось, когда вспышка, люди вышли, и когда они увидели совершенно разнокалиберных людей. Это были школьники 14-летние, это были люди среднего возраста, это были 70-летние пенсионеры. И они сплотились вот в этом порыве, причем поначалу, если звучали лозунги, там, отдайте нам фургала, да, то потом это переросло просто в крайние неприятия кремлян. И там появились совершенно конкретные плакаты, типа, Путин вор, долой Кремль, значит, всех взорвавшихся чиновников на кол. То есть из такого предметного, из претензии, верните нам, нашего губернатора, все это превратилось в совершенно иную историю. Я на секунду подумала, что, может быть, сидящие в Кремле великовозрастные мачо задумаются о том, как себя вести. Развитие событий для меня было неожиданным. Когда они прислали Дегтярева, это был такой плевок, плевок в лицо, потому что, несмотря на то, что он молодой человек, харизматичный, безусловно, то есть он явно не дурак, он достаточно подкован в каких-то политических вопросах. Я посмотрела его биографию, он из 39 лет политикой занимается профессионально уже лет 20. То есть люди, конечно, хихикают над тем, что он ходит по саунам Жириновским куда-то, но тем не менее он очень циничный, прагматичный, очень жадный до власти, такой четко знающий, чего он хочет мужчина. То есть все его продвижение было центрировано и алгоритмично, когда человек себе говорит, вот я хочу дорасти до губернатора через 10 лет. И он предпринимает для этого какие-то шаги. Точно так же, как человек может захотеть стать инженером, химиком, биотехнологом, кем угодно. Заканчивает определенный университет, знакомится с нужными людьми, начинает какие-то проекты. Он прожженный абсолютно циник. При прочих равных, если бы эта история случилась не после Фургала, я убеждена, что он был бы, возможно, каким-то неплохим губернатором. Но когда его присылают после вот этого дикого скандала, и первое, что он начинает делать, это какие-то смешные прямые эфиры, то есть причем риторика его такая, что, я не знаю, видели вы или нет, он идет по городу, сам себя снимает и говорит, ха-ха-ха, какие здесь жирные голуби и озверевшие голодные люди, которые вышли бы вставать в том числе, и потому что у них копеечные зарплаты, конечно, чуть не разорвали его после этой фразы. То есть он позволяет себе какие-то вольности, понимая, что он в спорной ситуации. Ну, полыхает регион, люди в ярости, и у людей накопившиеся претензии, это же не из-за Фургала случилось. Фургала – это такая вишенка на торте. Он был изначально у них протестный кандидат, когда за него голосовали в свое время, его выбирали не как хорошего хозяйственника, не как грамотного управленца, его никто не знал. Его в Хабаровске люди выбирали просто вопреки, чтобы не выбирать прокремлевского ставленника. То есть люди сказали, вы нам надоели, нам не хочется варяга из Москвы, мы хотим нормального своего человека, который знает регион, и вот из принципа мы будем выбирать его. То есть люди свой выбор обозначили, он начал совершать какие-то шаги. Я думаю, что он популист, потому что из того, что я видела в его роликах, он, конечно, хитрый, взрослый, опять же, циничный, продуманный мачо, который стремился к этой должности, хотел быть губернатором, знает, как в этом кресле удержаться, великолепно играет на публику все его вот эти заявления, что давайте немедленно введем какие-то завтраки детям, понизим стоимость завтраков в школах. То есть все это делается, конечно, такая чистая театральщина. Но тем не менее он один из первых, если не первый и не последний губернатор в России, который начал делать какие-то конкретные шаги для обычных и простых людей. То есть вернул льготы, понизил какие-то проезды и перелеты. И все это имеет огромное значение, потому что до этого все чинуши, неважно на каком они уровне и в каком они статусе, и губернаторы, и мэры, и депутаты вели себя совершенно по-свински и по-хамски. Все они были предельно по-скотски настроены к простым людям. Это всегда частная машина, привилегии серьезные, огромные зарплаты и скотское отношение, когда не вижу, не слышу, подумаешь, ну происходит там что-то внизу, какая-то черненька пошится. Как меня в свое время достаточно сильно удивила Собчак, когда случилась пандемия, и возникла риторика и дискуссия на тему того, стоит ли людям вообще выплачивать какие-то суммы. Вот это у них, видимо, какая-то прошивка внутренняя. Она совершенно искренне сказала, что людям не нужно давать никаких субсидий, не нужно давать никаких компенсаций, и в принципе не нужно давать деньги, потому что они их просто потратят. И у меня было такое удивление и изумление на лице, но в принципе для этого это деньги людям и выдают некую, в кавычках, гуманитарную помощь. Во-первых, государство за этим и существует, чтобы возвращать некогда заплаченные налоги в виде определенной помощи в сложное время. И таким макаром еще запускается экономика, которая в эпоху пандемии, конечно, погибает, потому что люди не выходят из дома, они не покупают никаких услуг, они не ходят ни в кафе, ни в кинотеатры. И для того, чтобы этот механизм перезапустить, в том числе платятся какие-то бонусы в виде хотя бы тысячи долларов в месяц. И вот эта общая настройка такая, людей, родившихся с золотой ложкой во рту, людей, которые когда-то обрели серьезные должности, она, конечно, всегда народ вымораживала. Но русские люди, люди невероятно терпеливые, и они 20 лет молчали, бухтели где-то на кухне, там раздраженно булькали, но на улицу, по большому счету, не ходили. И я увидела впервые огромную толпу, сплоченную 100 тысяч человек, совершенно разношерстную. Там были люди, дорого одетые, с последней моделью айфона, там были совершенно какие-то нищие бюджетники, и студенты-практиканты, и шкалеры, но они в этом порыве сплотились, конечно, не за фургало. То есть я первый раз увидела такую неприязнь к центру, еще в Якутии лет, наверное, там 10, чуть больше назад, когда, конечно, национальные меньшинства совершенно справедливо говорили, что, ребят, но Москва забирает себе все, абсолютно все. То есть она высасывает из региона все, что только можно, возвращая в виде каких-то копеек, дотациями даже назвать нельзя. И регион существует на холостой тяге, несмотря на то, что в каждом регионе есть свои какие-то интересные вещи. Там где-то лес, где-то пушнина, золото, у кого-то нефть, у кого-то, как в Якутии, это алмазы. Но до людей не доходит ничего. И я грешным делом решила, что раз обстановка накаляется в мире, раз люди видят, что происходит какой-то сдвиг, может быть, вдруг в Кремле созреет план, ну, хотя бы уменьшить свои притязания, и чуть меньше воровать, и чуть меньше хамить, и чуть меньше борзеть. Нет. Когда они прислали Дегтярева, я поняла, что люди в стратосфере, то есть их просто в принципе... То есть они, во-первых, относятся к этому как-то полуиронично. Они понимают, что да, назрел конфликт, да, много протестующих, но у нас есть Росгвардия, у нас есть ОМОН, у нас есть профессиональные провокаторы, у нас есть время, мы можем выждать, мы можем эту толпу разъединить и разорвать. Они, в принципе, я уже понимаю, как они будут действовать, то есть, безусловно, будут провокаторы. Безусловно, они хотят людей сначала вымотать, физически, то есть это что-то из серии, ну вы походите, походите месяц, побухтите, побухтите и рассосетесь. То есть вы устанете, подойдет сентябрь, разойдетесь по домам, нескольких... Им сложновато сейчас это все дезорганизовать и как бы устранить, потому что нет видимых лидеров. То есть можно было бы бить по каким-то конкретным ярким персонажам, а их не существует. То есть если бы это был условный Хабаровский-Навальный, допустим, или какая-то там яркая фемина с плакатом, которая всех консолидирует, собирает, делает там спам-рассылку, назначает следующую локацию, а они сначала были удивлены, что как это люди собрались сами по себе в таком количестве бред севыкобылы. Причем Дегтярев, когда начал делать заявление, что, конечно, во-первых, это естественно Америка, это провокаторы из Америки. Ну-ка, а как? Понятно, что лично Дональд Трамп курирует хабаровчан, прилетает, видимо, каким-то закрытым рейсом, софт-секретно, пока все перекрыто, у кого-то, кто-то не может прилететь, а он может. И раздает, как раньше Обама, который в лифтах писал и гадил в подъездах где-нибудь в Екатеринбурге, то здесь вот началось такое. И когда Дегтярев по указке Кремля начинает рассказывать, что со всей страны в Хабаровск слетелись провокаторы за деньги Госдепа с топорами и вилами, ты понимаешь, что если 39-летний мужчина говорит такую ахинею, то, видимо, в Кремле совсем все грустно с кадрами. То есть там даже нет хороших консультантов, в том числе и психологов, в том числе и политологов, которые бы сказали, ребят, ну с народом нужно разговаривать аккуратно в такой ситуации. Ну, то есть, когда вспышка и когда люди готовы взяться за вилы, вот так хаметь, борзеть и продолжать дальше в наглое говорить, что все это провокаторы из Америки, все это проплаченные митинги, что здесь лодыри, бездари и, как сказал Соловьев, я говорю, обсуждать даже не хочу эти митинги. Там гопота, пьянь, рвань какая-то вышла, которой делать нечего. Я бы с хабаровщанами так разговаривать не стала. Ребята жесткие могут по-другому вообще пояснить. Владимиру Рудольфовичу, который привык всех называть собачьим дерьмом, как бы хамить безнаказанно, это совершенно напрасно. Поэтому вот, честно, я удивлена. Ну, вот кремлевские ребята, они какие-то специальные. То есть нет, нет у этой бездны дна, нет понимания, что лучше поменять стратегию поведения. Были бы они чуть хитрее как-то или рациональнее, конечно, все это можно было развернуть по-другому. Для меня еще большая загадка, как они умудрились купить Шнура, если вот вы видели его прилет. Нет, я прилет его не видел, но я знаю, что теперь Шнур, по-моему, главный продюсер на RTVI. Это вот у нас тут в Нью-Йорке телевизионная компания есть, и насколько, ну, я не знаю, где-то мне информация попадала, что он назначен главным продюсером. Вот это то, что... Совершенно верно. И меня это тоже удивило, но если с RTVI, я понимаю его заход, он очень умный, опять же, прагматичный, такой хороший бизнесмен. Он всегда думал, в том числе, и про деньги. Он изначально, когда делал группировку «Ленинград», она у него сначала была такая разухабистая, как бы эгегейстая, просто для удовольствия, just for fun, ну, вот как бы поиграть на гитаре где-то. Потом он понял, что можно сделать из этого хороший коммерческий проект. Он начал вполне цинично писать какие-то песни на злобу дня. Он стал самым дорогим артистом. Он сейчас получает, ну, только официально, да, там, за выступление 150 тысяч долларов, и он, конечно, в списке Forbes официально возглавляет, там, топ-10 самых дорогих артистов. И при этом, когда он стал профессиональным коммерсантом, бизнесменом, расчетливым, взрослым мачо, стало понятно, что у него есть какие-то амбиции. То есть, мужчина растет, вопросов нет. Раньше ему было, там, например, 35, сейчас ему 47. Он хочет, видимо, самоутвердиться, в том числе и в виде какого-то политика. То есть, плохого в этом заходе я ничего не вижу. Но, меня смутило вот, хулиганистом, проявляющимся так, как он хочет, но он конформистом, опять же, человеком с блестящим образованием, у него не просто, там, четыре класса церковно-приходской, он действительно образованнейший, интеллигентнейший, умнейший мужчина. И вдруг, у меня ощущение, что он, как будто, почувствовав конъюнктуру, потому что в мире сейчас будет такой очень серьезный слом, в мире запрос на такой формат, типа Зеленского, да, то есть, всех так утомили, там старые правители, вот всем надоел Лукашенко, всем надоел Путин, все хотят каких-то свежих лиц, не совсем форматных людей, вне контекста. Точно так же, как в Беларуси сейчас сумасшедшую популярность имеет вот эта чудесная женщина, которая раньше никогда не была в политике, она никогда не состояла ни в одной партии, она не была депутатом, она просто жена блогера, которого посадили в тюрьму. Но на протестной волне, на вот этом вот сопротивлении, когда люди устали от безденежья, от абсолютной хамства власти, они говорят, слушайте, мы готовы голосовать вообще за кого угодно, только не за забронзовевших людей, которые сидят 25 лет на своем месте. И Шнуров, понимая, что у людей есть запрос на такого джокера, опережая события, я убеждена просто, что он гипотетически метит в кресло президента. Ему не нужен депутатский мандат. Как только он заявился в партии Титова, как только стало понятно, что он идет в политику, он сразу одел дорогой костюм, он надел очки, он сделал себе хорошие, изумительные фарфоровые зубы. То есть, это такой респектабельный джентльмен в пиджаке за 10 тысяч евро, который вполне серьезно говорит на какие-то политические темы. Он распустил свою группу Ленинград, он больше не гастролирует, не матерится, не бухает, никаких больше тусовок. То есть, мгновенно включается другой имидж. Он, безусловно, профессиональный актер. Он совершенно точно играет в свою игру. Он абсолютно точно успешный коммерсант. Но у меня ощущение, что он решил как бы переиграть систему. То есть, в его восприятии, как я это вижу, многоходовка такая. Зайти как бы с троянским конем, поиграть там по правилам Кремля, одеть пиджак, сказать, что, ребят, я свой, я готов с вами посотрудничать, побыть вот в этой партии бизнесменов, потому что партия совершенно точно левая. Она вообще создана из воздуха, и она создана кремлевскими, совершенно с понятными вещами. Они там делали такой ранжир. Им нужна была одна партия сильных женщин, в которой, естественно, будет Валерия. То есть, они понимают, что есть запрос на некий феминизм, на самостоятельных девчонок, на женщин, которые решают все. Есть запрос на джокеров, на людей, не из системы на свежие лица. Есть запрос на молодежь, там, ребят 20-27 лет. И они пытаются искусственно сейчас это все слепить. И вот Шнуров как бы двинулся в эту стезю, решив их как бы переиграть. Но переиграть эту систему нельзя. То есть, все, что он сейчас получил бонусом, это абсолютно потерю своего имиджа. Люди, конечно, в ярости. Они, когда его увидели, приехавшего в Хабаровск, вот такого респектабельного, он же теперь не Шнур, он же теперь Сергей Владимирович. То есть, он в очках. Добрый вечер, дамы и господа. Я прилетел, чтобы взять интервью у Фургала. Для чего это делает Кремль вообще? как бы, гибисты работают по одной схеме. Вот им, например, нужно легитимизировать какого-то человека. Дегтярева все ненавидят. Ненавидят, потому что его прислали как некую пощечину. Не вернули старого губернатора, прислали нового. Значит, новый ходил в баню с Жириновским. Это вообще, ну, ребята, тем более дальневосточники, такие суровые, брутальные мужики. Ищут какие-то, значит, любимцы Жириновского, что в двойном размере оскорбительно. И на этом фоне делается такой вброс. Приезжает какой-то человек, который нравится народу, и этот человек должен взять у него интервью. Это такая прямая склейка, мы все обусловлены, у нас есть определенное восприятие, это чистая психология. Мы начинаем, как бы, немножко теплее относиться к человеку, с которым интервью делает некий персонаж, которого мы уже любим. Да, то есть, ну, он же не подон... Ну, Серега же свой. Серега же не может общаться с каким-то подонком. Совершенно точно, что раз Серега с ним разговаривает, то и Дегтярев, в принципе, неплохой мужик. Надо просто присмотреться. И посыл понятия, давайте не будем рубить с плеча, давайте не будем его обзывать, дайте ему время, пусть поработает. Вот с этого начинается забалтывание. То есть, это такое размывание. И уже вроде бы как криков нет и претензий нет. Нужно просто дать человеку время. То есть, сработано, в принципе, четко. Но народ настолько на взводе и народ настолько настрадался, конечно, и натерпелся, что они даже Шнурова, которого они когда-то любили, теперь уже не воспринимают. То есть, они говорят, подождите, а в качестве кого ты приехал? Если бы ты приехал как Шнуров, да, например, там, дал бы концерт, вот как бы сделала я, бесплатный совет, потому что уже эта схема не сработает, теперь можно кремлевцам рассказать. Делается следующее. Приезжает Шнуров без согласования с Кремлем, без договоренностей. Он не берет интервью у Фургал. Он приезжает как руководитель группировки Ленинград. Дается офигительный концерт. Он говорит, ребят, я с вами, я понимаю, что у вас наболело. Ну, правда. Потому что скотство 20 лет это терпеть. Поборы эти, налоги бесконечные, какие-то развязывания войн, все время игру в несуществующую империю. Давайте просто вот скинем стресс, попоем. Люди за два часа концерта обняли бы его, расцеловали и, может быть, даже разошлись бы потом по домам на какое-то время. Но зачем был сделан имидж респектабельного политика, который полностью уничтожил все его старые заслуги? Для меня, конечно, загадка. То есть вот эта игра такая, что мы сейчас здесь немножко побудем хорошими, потом, может быть, пройдем наверх, а там наверху уже порешаем, она, к сожалению, роковая и ошибочная. Я видела очень много людей, которые в это пытались играть, которые пытались систему таким образом обмануть, и система их выедала полностью. То есть она их просто уничтожала. Потому что вот это, ну то, что там христианская традиция называется, да, забавным словосочетанием продать душу дьяволу. Когда ты раз договариваешься с собой, два договариваешься, потом на тебя собирается некий компромат, потом ты завязываешься с нехорошей компанией, что-то терпишь, где-то как-то, вот это начинается становишься через год-полтора-два ровно таким же, как они. Все. И назад хода больше нет. Вот я очень боюсь, что с ним произойдет то же самое там в течение буквально полутора лет. Они его просто съедят. То есть он не политик в этом смысле. Он испытывает иллюзию, что он достаточно умен, достаточно хитер, чтобы просчитать их и обыграть там через четыре хода, что невозможно. Ну, а может быть, это часть платы за то, что его подпустили к большой политике. Вот то, что он поехал в Хабаровск с таким действом. Может быть, это часть платы, часть цены за то, что его подпустили. А может, с этой целью исключительно его и используют. Ладно. Хорошо, Инна Сергеевна, давайте мы сделаем небольшой перерыв и потом обратимся к нашим радиослушателям. Если будут вопросы, пожалуйста, 847-400-5200. Тут уже в Ютьюбе есть кое-какие комментарии. Они не всегда, так сказать, лицеприятные, но тем не менее. Вернемся буквально через несколько минут и продолжим. Возвращаемся к беседе с Инной Сергеем. На телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Ну и вот относительно комментариев люди пишут, некоторые, судя по всему, россияне, о том, что на митинги эти в Хабаровске выходят порядка там двух тысяч человек и все это проплачены, им платят там по 500, кто пишет по 1000 рублей за день и что якобы они дают интервью на камеру о том, что им за это платят. Ну, что скажете? Нет, нет, секунду. Здесь нужно сделать сразу тогда такое разделение. То, что всегда в любой толпе есть провокаторы и есть люди, которые берут за это деньги, это было во все времена и совершенно в любой стране. Но у меня тогда вопрос к людям, которые пишут эти комментарии. Скажите мне, пожалуйста, вы на полном серьезе имеете в виду, что нет людей в Российской Федерации, тем более в Хабаровске, которых достала власть, что нет людей, которые недовольны происходящим в стране, то есть им действительно за это еще нужно платить. Я лично знаю очень много ребят, которые у меня живут в Хабаровске, это мои старые друзья, которые выходили много-много дней. Я не знаю, что происходит вот сегодня или вчера, но начиналось это с протестного движения, когда Москва настолько разозлила людей вот этим вот задержанием, потому что оно было еще вульгарно сделано. Это же не просто там возбудили какое-то дело с определенными доказательствами, то есть пришли, арестовали губернатора, взяли его за шеи, затолкали в машину. Там еще и сам факт задержания был совершенно чудовищным, как будто он особо опасный преступник, наркобарон Пабло Искобар или какой-то киднеппер заправский. То есть Москва, как обычно, сделала это нарочито выпукло, причем, когда всплыла история, почему это произошло, это же тоже все совершенно отвратительно и чудовищно. Там есть замечательный завод металлургический, и Фургал был совладельцем этого завода. Второй владелец, их там было трое, третьего я не помню, фамилию могу переврать, а второй из трех, это прекрасный Ротенберг, который по показаниям замечательных людей просто вожелал быть единоличным владельцем завода, попытался договориться и сказать, что, ребят, давайте я буду владеть этим один. Фургал сказал, что, как это один, давайте разбираться, ребят, мы начинали бизнес на паритетных основаниях, и вдруг какие-то коллизии судьбы. И после этого началась вот эта грязная история, и народ действительно сказал, подождите, а долго еще вы будете так между собой разбираться и творить какие-то бесчинства. В конце концов. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Недавно первый в мире космонавт Валентина Ивановна Терешкова предложила гражданам Соединенному Штату проголосовать за Трампа. Скажите, пожалуйста, это еще одна капля керосина в антитрамповский костер или что-то иное? Спасибо. Я не думаю, что Терешкова в состоянии делать такие многоходовки, чтобы плескать какой-либо керосин. Я думаю, что у нее был какой-то своеобразный порыв. Хотя, если рассматривать все конспирологические версии, я уже ничему не удивлюсь. Возможно, и так, но я вот слабо в это верю. А как, так сказать, население в столице реагирует? Население, я имею в виду, ну, понятно, официальный, как официоз реагирует, а как население? Есть какие-то высказывания, там, за, против, осуждают, или, как обычно, кто-то за, кто-то против? Про Хабаровск? Да. Конечно, народ поддерживает. Но здесь, опять же, разделение всегда было клановое. То есть, кто-то считает, что все это просто бесполезно и все это пустое. Есть люди, которые, например, устали от происходящего, они настолько устали от всего в совокупности, что они говорят, слушайте, маршируй, не маршируй, толку от этого не будет, какая разница, все равно они все порешают, давайте сидеть дома, никуда не высовываться. То есть, это одна каста людей. Есть люди, которые, ну, это более молодые ребята, конечно, говорят, слушайте, мы за вас. Там единственное, в чем загвоздка достаточно серьезная, поскольку дело касается фургала, да, и люди сначала выходили за него, то, безусловно, в это не включаются никакие другие политики. То есть, я понимаю, что они не хотят нести репутационный риск, потому что, если потом в процессе вдруг там выяснится, что было действительно справедливо, допустим, заведено какое-то уголовное дело, и что человек действительно 15 лет назад не совсем честно начинал бизнес, то, конечно, там ни Навальный, ни все остальные оппозиционные политики не захотят признать, что они защищали там не совсем кристально чистого человека. Поэтому никого, никто никуда не призывает, никто формально нигде не выходит, хотя все смежные регионы, например, Якутия сразу вышла в поддержку Хабаровска тут же, потому что там очень напряженная ситуация, и люди ненавидят собственную власть. Единственная достойная женщина, которая там была, это изумительная мэр города Якутска, которая тут же, первое, с чего она начала на своем посту, как только вступила в должность, она сказала, ребят, значит так, на Новый год все ваши преференции я убираю, все ваши какие-то там льготы сумасшедшие я убираю, давайте лучше купим там подарки в детдома. То есть это опять же был первый чиновник с человеческим лицом, который перестал ездить на каких-то дорогих машинах и развернулся к людям. Все. Ни до нее, ни после не было таких там. Я тоже не помню, чтобы на моей памяти президент свою зарплату отдавал там, скажем, в госпитале ветеранов и так далее, в какие-то такие организации, которые нуждаются. А вот нынешний президент практически всю свою зарплату каждую зарплату отдает в благотворительность. Причем не в благотворительность такую, знаете, какие-то прополитические, про какие-то организации, а непосредственно тем, кто занимается людьми. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, добрый вечер. Честно говоря, я не слышал заявления Терешковой, но я теперь представляю, как демократы у нас поднимут гвал, что опять Россия вмешиваются в выборы. И кого за Трампа? Вот это будет номер. Ну, это понятно. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я хотела бы задать Ильне Сергеевне вопрос. Где-то в новостях промелькнуло, что Госдума там то ли рассматривает, то ли приняла какой-то указ о том, что пенсии как бы больше гражданам России не нужны и вся ответственность за их как бы существование тех, кто в пенсионном возрасте ложится на их детей. Правда ли это и что Ильне Сергеевне думает по этому поводу? Спасибо. Это пока не правда, но они в этом направлении абсолютно точно двигаются, то есть они к этому и ведут. Просто они прекрасно понимают, что если в данной ситуации это озвучить, и сейчас с трибуны выступит какой-то депутат, их разорвут в клочья. До такой степени наколена ситуация, до такой степени все неспокойно, что они, конечно, ближайшие год-два об этом заикаться не будут, но они придумали совершенно роскошную схему. Вот она работает в России так. Это называется заморозка пенсионных накоплений. Когда выходит, например, верховный главнокомандующий и говорит, ребят, у нас в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране, ну вот так сейчас сложилось, да, COVID-19, пандемия, сложные у нас проблемы, давайте войдем в положение и немножко какую-то часть ваших пенсий заморозим. Насколько они хотят это заморозить, и как скоро они их вернут, они вообще об этом даже не заикаются. То есть схема совершенно шикарная, а в перспективе, там примерно год-два, они, конечно, просто устранят пенсии. Опять же найдут благовидный предлог, скажут, что экономика не смогла оправиться после пандемии, ситуация катастрофическая, они сейчас рандомно пускают новости, что весь мир в огне, весь мир, а Америка вообще в ужасном, плачевном состоянии, и Трамп вообще ничего не смог сделать, а уж если Америка ничего не смогла, то не надо ждать помощи от российского правительства. То есть они придумали себе роскошную отговорку, и, конечно, они людей будут дожимать до конца, но это их основная задача. Если люди не сопротивляются и не выходят на улицы, как в Хабаровске, почему бы и нет? Ну, а что, еще раз уточните, что там ваши средства массовой информации говорят про нашу страну, про Трампа? Ну, нам, во-первых, конечно, говорят, что Америка скоро развалится, и ей конец, с утра до вечера. Федеральные каналы получили невероятное преимущество. Если раньше они с утра до вечера показывали Украину и говорили, что Украина, конечно же, теперь просто изничтожено, разорвано Америкой, которая инспирировала войну по версии России, то теперь с утра до вечера они показывают самые похабные зарисовки, которые выискивают по всему интернету с криками «Видите акцию Black Lives Matter?» Да, вы видите, что происходит? Совершенно очевидно, что Америка ползет по шву, что этой стране остался максимум год. Дальше идут животрепещущие и красочные рассказы о том, как трансгендеры доедают умирающую Джоанну Роулинг, она сопротивляется, ползет к выходу, пытается что-то сказать, но трансгендеры тащат ее в свое логово, там насилуют и убивают. Ну, то есть, ну, это фантасмагория, что происходит на федеральных каналах, и это с утра до вечера, потому что свои-то новости нельзя показывать. Это, возвращаясь к вопросу о проплаченных людях, да, а почему бы тогда не сделать зарисовку на канале и не показать каких-то провокаторов, действительно, которые прилетели рейсом Нью-Йорк-Москва и купили 200 хабаровчан, которые теперь ходят с какими-то плакатами по городу, потому что их нет, потому что люди действительно озверели и вышли честно супротив власти, а показывать с утра до вечера Америку, полыхающую в огне, и причем нагнетать еще, ведь все понимают, что такое новостные блоки, да, я любую зарисовку могу подать так, как я хочу. Я могу написать такой текст, что все поверят, действительно, что стране осталось год-полтора. То есть, это самая грязная пропаганда, которая, вся машина пропагандистская, которая раньше работала против Украины, снова включилась против Америки. Вот и все. Понятно. Ну, у нас ситуация действительно не самая лучшая, не так, как это было до коронавируса. Китайского вируса, как его называют. Давайте примем звонок, потом, если будет время, вернемся к этому. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я вот только что включил радио. Очень интересно послушать уважаемую вашу гостью. Я хотел ей сказать большое спасибо. Вот как она говорит, это, все равно, что СНН посмотрел, такое же чувство. Просто великолепно. Мы очень благодарны ей за такое. Это просто прямо СНН. Очень здорово. Еще раз спасибо. СНН, это ваша любимая станция? Ну, понятно. Если говорят про вас, что это значит, человек выражает, он знает мое отношение к СНН, поэтому, как бы, это звучит не как комплимент, а как нечто такое, знаете. СНН. Я, правда, не знаю, он не сразу, может быть, включился. Вот то, что вы рассказывали, он это за прямую речь принял, может быть, Так или иначе, значит, ситуация действительно не очень простая, поскольку в некоторых штатах, в наиболее крупных штатах, губернаторы, естественно, одной партии, демократической, мэры, которые, на самом деле, но сначала Трамп выдал рекомендации, поскольку эпидемия вспыхнула, никто не понимал, что это, как с этим бороться, закрыли сообщение сначала с Китаем, его обвинил Байден в том, что он расист, и так далее, и так далее, вообще все специалисты, там, якобы, все средства массовой информации, все политики, демократы, осудили действия Трампа после того, как он перекрыл сообщение с Китаем. Мало того, призывали, там, Пелоси призывала пойти в Чайна Таун, праздновать, гулять, Деблазио в Нью-Йорке делал то же самое, вот, а теперь, потом они начали говорить о том, что он ничего не делает, не предпринимает никаких мер, хотя колоссальная работа проделана, вентиляторов сейчас выпускают тысячи и уже поставляют в разные страны, вы помните, проблема стояла, начали лечить страдающих коронавирусом вентиляторами, а потом просачивается информация, что там болезнь, в общем, не совсем такая, и как бы вентилятор это не очень здорово, но зато вентилятором хорошо лечить, потому что правительство оплачивает дополнительных 39 тысяч долларов, даже если пациента на два часа посадили на вентилятор, пациент, которому поставили диагноз возможно COVID-19, правительство платит еще 13 тысяч долларов не за диагноз, а возможно, потенциальный диагноз, в общем, статистике верить абсолютно невозможно, самый главный эпидемиолог, на которого молится все прогрессивное человечество, доктор Фаучи, сначала говорит одно, потом говорит диаметрально противоположное, в общем, и Трамп следует его рекомендациям, хотя с оговорками, хотя, так сказать, огрызается, не согласен с этим, но следует, но медиа все толдычит о том, что и особенно политики Пелоси, Шумер выскакивают на экран, вот, наука, наука, надо прислушиваться к ученым, к ученым, а он не прислушивается, на слушаниях, правда, Скалист задал прямой вопрос, скажите, вот Трамп рекомендовал закрыть сообщение с Китаем, это положительный результат, это спасло какое-то количество жизней, там, тысячи жизней, да, сказал Фаучи, вы согласны с этим решением, да, сказал Фаучи, а вот перекрыть, вы принимали участие в обсуждении, так сказать, закрыть сообщение между Европой и Америкой, да, сказал Фаучи, в общем, когда отвечает под присягой Фаучи, получается, что президент следует его рекомендациям, но средства массовой информации и демократические политики все время кричат, вот он не прислушивается к ученым, не прислушивается к ученым, теперь подходит к началу учебного года, Трамп настаивает на том, чтобы школы открылись, потому что, вы понимаете, если школы закрыты, значит, родители не могут пойти на работу, потому что, ну, с детьми, кто должен сидеть и так далее, профсоюзы учителей лютуют, устраивают демонстрации с плакатами типа «Моя жизнь не стоит того, чтобы открывать школу», учителя выходят, странные требования, скажем, в Калифорнии профсоюз учителей выдвинул требования лишить финансирования полицию, лишить финансирование полиции, то есть разогнать полицию, и, по-моему, еще какое-то, сейчас не помню, но тоже не менее нелепое, не имеющее никакого отношения к, так сказать, к болезни, к учителям, к школьникам, а в противном случае типа «Мы школы не откроем», и они на своем наставят, потому что профсоюз учителей это та школа коммунизма, которая в значительной степени финансирует избирательную кампанию демократов, то есть они у них сидят в кармане, по сути дела, и они тратят там сотни миллионов на избирательную кампанию в один цикл, сотни миллионов долларов, и, собственно, нашим публичным образованием заведуют не педагоги, не местные власти, не родители, которые должны влиять на систему образования, а именно профсоюз. Значит, учительница, которая у нас тут, Полотаем, есть город, или Полотаем, или Дисплей, не помню, но рядышком здесь, рядом с нами совсем, учительница в Фейсбуке, учительница социальных дисциплин, написала, что Black Lives Matter это вообще российский лозунг, и, как бы, я, так сказать, готов отставить свою точку зрения, ее просто выгнали с работы, буквально уволили. Зато педофилы, которые обвиняются в педофилии, у нас есть так называемые резиновые комнаты, так вот, там есть несколько случаев, когда, то есть, его уволить не могут, потому что по условиям контракта с профсоюзами невозможно уволить учителя без разрешения профсоюзов. Его уволить невозможно, но и к урокам, как бы, его не допускают. То есть, люди более 10 лет приходят в эту резиновую комнату, играют в шашки, в шахматы, то есть, развлекаются и получают зарплату иногда более 100 тысяч долларов в год. И это продолжается годами. А один случай был, я помню, это было уже давно, я не знаю, правда, может, человек уже умер, но на тот период он 12 лет таким образом ходил на работу, то есть, приходил играть в шахматы и получал там 100 с чем-то тысяч долларов в зарплату. Вот примерно такая система. Значит, то, что, ну, я не знаю, все большинство специалистов, врачей, педиатров говорят о том, что такое удаленное занятие на самом деле как бы отрицательно сказываются и на психическом, и на психологическом, и на физическом состоянии детей. Большинство населения требует, настаивает на том, чтобы открыть школы, но я думаю, что до того момента, когда пройдут выборы, наверное, так школы и не откроют, потому что все это делается с одной единственной целью, и все эти меры чрезмерные, которые принимаются, с одной единственной целью, направленные вот на предстоящие выборы, поскольку... Выборы по почте, да, это как раз то, что было... Это тоже, обсуждается, в некоторых штатах приняли такое решение, вообще в Нью-Йорке проходили праймарис по почте, уже прошло, это 20, 23 июня проводились праймарис, на вчерашний день, я точно знаю, результаты в двух округах не были известны, потому что не могли посчитать, в одном округе там один кандидат победил с преимуществом в 3 тысячи голосов, а 13 тысяч бюллетеней признаны недействительными, вы понимаете, в 3 тысячи голосов победил, 13 тысяч забраковали, может... Ну, то есть 25 процентов бюллетеней в Нью-Йорке, а вообще, так сказать, признаны недействительными, потому что то ли неправильно на почту отправили, то ли неправильно подпись поставили, то ли подписи нет, одним словом, хаос, и это то, очевидно, на что рассчитывают демократы, потому что они настаивают на этом, на голосовании по почте. В общем, что открывает... А как это можно, не то что предотвратить, какая есть мера, чтобы действительно проверить, кто голосовал и каким макаром? Абсолютно, никаких невозможно ничего ни проверить, ни уточнить, то есть, это такое поле для... Ну, как еще один метод, харвестинг, вот харвестинг, bullet-harvesting, когда один человек может пройти, собрать бюллетени там с близлежащих городов, там поселков и принести в избирательный участок там тысячи бюллетеней и бросить их туда. Вот когда этот закон был принят в Калифорнии, у нас избирательное право каждый штат себе, так сказать, определяет правила. Так вот, шесть республиканцев, которые побеждали по итогам выборов, там, когда посчитали голоса, а через две недели, когда были вброшены все остальные, якобы, вот эти харвестинг, которые собирали добровольцы эти бюллетени, шесть кандидатов потеряли, шесть конгрессменов потеряли свои места в Конгрессе. То есть, ну, в общем, это такое широкое поле для... Ну, то есть, фактически, это, конечно, самый шикарный вариант для мошенничества. Абсолютно. А вот так мы должны остановиться, так или иначе. Пришло время сделать перерыв. Вернемся буквально, буквально, буквально через несколько минут. Никуда не уходите. Продолжаем нашу беседу. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И если вы не возражаете, Инна Сергеевна, давайте примем звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сережа, добрый день, привет. Привет. Инна Сергеевна, добрый вечер, это Анатолий Червец. Очень рад вас слышать. Выражу вам свое краткое признание в том, что обожаю ваши блоги, не пропускаю ни одного. Поэтому желаю вам творческих успехов. Продолжайте в том же духе. И надеюсь, что наши радиослушатели все-таки наберут у себя в ютюбах Инна Сергеевна и тоже получат удовольствие от ваших блогов. Это так. Это просто личный совет. Инна Сергеевна, вопрос. Ну, когда-то был такой термин в бывшем Советском Союзе, назывался лампочка Ильича, да, электрификация отдаленных районов, проводка электричества и так далее. Сейчас Ростелеком получил личное указание из Кремля заняться установкой интернета в отдаленный район. то есть своего рода лампочка, то есть интернет Владимира Владимировича. Инна Сергеевна, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот эта версия интернета, которая будет установлена в отдаленных районах, она все равно будет полной версией или это уже начало ограничения российского интернета для общих масс? Я думаю, что, знаете, вы слишком хорошо думаете за Одессу. Я убеждена, что это следующая история. Ребята искали какой-то вариант распилить, например, миллиардов двадцать долларов. Под эту историю можно взять любое количество денег. Во-первых, я сейчас немедленно погуглю, я, честно говоря, пропустила этот закон. Я убеждена, что там какие-то интересные сроки. Вот как сейчас Рогозин после запуска Crew Dragon, он же на следующий день буквально заявил, что, да, подумаешь, Илон Маск, в конце концов, мы там сделали ракету прекрасную, «Союз» называется, она превосходит по всем параметрам Илона Маска, она просто будет сделана в 2057 году. Осталось просто дожить для 30, и, в принципе, золотой ключик будет наш. Вот я убеждена, что-то та же самая история, то есть они же в свое время блокировали Телеграм, то есть это же те же самые люди, которые говорили, что мы сейчас за две недели просто здесь все выключим. Потом выяснилось, что, ну, как по легенде, я не знаю, правда ли это, что сам Путин якобы не пользуется никаким интернетом, что якобы до сих пор ему носят исключительно распечатки в бункер, да, какие-то специально обученные люди. То есть если это все действительно так, и человек в свои, там, 60 с лишним не считает нужным вникать в какие-то технические моменты, возможно, он считает, что выключить интернет так же просто, как выключить в туалете свет. Тогда все совсем печально. И пилить можно бесконечно. То есть вот эта история с Ростелекомом, во-первых, они очень сильно запереживали, когда Маск сказал о технологиях 5G, и как только была заявлена история про спутники, и стало понятно, что в перспективе гипотетически это действительно бесплатный интернет для всего мира. Тут же было сделано заявление, что в России это работать не будет, потому что это вражеская история. И Илон Маск, как американский, наймит, конечно, подонок и урод, который будет воровать все данные россиян, святых. То есть это, конечно, страшное дело. Вдруг у тебя из телефона кто-то скачает список продуктов, которые тебе дала жена. То есть действительно национальная угроза безопасности. И вот когда они начали педалировать эту тему, что никакие спутники здесь не пройдут, и никакой Илон Маск нам бесплатный интернет не даст, я сразу еще подумала, что они придумают какую-то технологическую штуку. Вот история газификации всей страны, что интернет в каждый дом, никуда, конечно, ничего они не протянут, потому что достаточно просто проверить, например, действительно газификацию регионов. Мы недавно разговаривали с ребятами, кто живет в отдаленных уголках родины, не в Москве, не в Питере. А там, конечно, история совершенно плачевная. Люди до сих пор топят печку дровами. Какой интернет? Они, пардон, в туалет ходят на улицу зимой. Какие там чебурнеты? Нет. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо большое, Илья Сергеевна. Будьте здоровы. Спасибо вам. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Добрый день. Добрый. Хочу сказать спасибо вашей участнице передачи. Я что-то потерял вашей информации на Ютубе, но я вас найду. Вопрос у меня такой. Значит, сейчас все российские каналы заполнили огромное количество военных экспертов, которые рассказывают в России о огромном количестве поступающего на рынок оружия. Довольно опасного. Я хочу спросить, они не говорят ничего об американском оружии. Но я хочу спросить, неужели в России верят, что Россию боится весь мир, и вот это страшное оружие, которого боятся американцы, и в крайнем случае не полетит обрат из Америки с ее 12-ю авианосными соединениями и тысячами ракет. То есть вас все боятся. Неужели россияне верят, там же огромное количество бывших военных и офицеров, которые спустят, буквально распустил уши. Я хотел бы спросить, уже ли Россия верит вот этому совершенно спокойно, у нее нет ответа, вас все боятся. Так и есть. Спасибо. Я даже больше скажу, мало того, что в это верят, к сожалению, большинство необразованных людей, то есть понятно, что профессиональные военные, ребята циничные, которые понимают истинное положение вещей, и они прекрасно понимают, в каком плащевном состоянии находятся, например, абсолютно все военные заводы. Может быть, нам кто-то начнет гневно сейчас на Ютубе писать проклятие на Суахиле и говорить, что ты лжешь, отвратительно, Сергеевна, Россия великая страна и у нас самые крутые танки, грады и буки, но возможно, это было в каком-нибудь там 82-м году, спустя энное количество лет, все было распилено, разворовано под ноль, поскольку вся эта отрасль пошла под нож и еще в лихие 90-е изумительные олигархи, которые поняли, что завод это прежде всего замечательный, по их мнению, металлолом, все, что можно, распилили, раздербанили и на месте этих заводов построили другие, в том числе, где выпускались фаллоимитаторы, все что угодно, от CD-ROM-ов до каких-то там компьютеров. Конечно, обороноспособность страны на нуле, и профессионалы это понимают, но страна состоит не только из профессионалов, и там огромное количество людей, которые искренне верят в то, что большая, свирепая, огромная родина может, если что, дать какой-то отпор. А что говорить про простых людей? Ладно, они наивные, заблуждающиеся персонажи. Когда Путину на каком-то, чуть ли не на Совете Федерации показывают мультик, который сделали два 16-летних ПТОшника, судя по компьютерной графике, и называют это сверхсовременным оружием, и он на полном серьезе, выступая лично, говорит, что у нас есть оружие, что мы так жахнем, что весь мир в труху, произнося легендарную фразу, что они-то сдохнут, а мы сразу в рай. Это как? Утешает, утешает некоторых. То есть, да, человек же при памяти, он на полном серьезе показывает этот мультфильм, который, ну, там не надо быть профессионалом, просто достаточно в Ютубе найти этот мультик и понять, что это Филькина грамотно от начала до конца, и он с таким рвением, с таким надрывом, это невозможно сыграть, у него трожит голос, у него иногда слезы проступают, когда он про это говорит, он говорит, да, мы великая мощная держава, если что, мы так жахнем, что вот весь мир в труху, а мы, конечно, совершенно уцелеем, потому что у нас особая миссия, ты думаешь, ну, может быть, магнитные бури какие-то, не знаю. вот этот комментарий в Ютуб по поводу того, что, ну, все правильно, да, американская полиция и другие спецслужбы разгоняют мирные демонстрации, это все правильно, вот как российская полиция, так они сволочи, гады и так далее. Я не знаю, что, ну, о российской полиции, наверное, скорее скажет Инна Сергеевна, а я несколько слов буквально об американской полиции. Во-первых, в больших городах, которые управляются демократами, у американской полиции связаны руки. Им отдается приказ не встревать, не делать, не сопротивляться, не одевать там защитную форму. И когда полицейские, я не знаю, смотрят ли наши радиослушатели, которые пишут подобные комментарии, видеоролики, вот в частности, в Чикаго, эти банды Антиха пытались снести памятник Христофору Колумбу, и чикагские полицейские стояли вокруг этого памятника, ну, буквально в рубашках, там, без касок, без ничего. В них летели металлические прутья, палки, бутылки с замороженной водой, камни из рогаток стреляли. То есть, это было зрелище довольно жуткое. По-моему, 800 полицейских ранено вот за время этого, этих мирных шествий, которые у нас проходят. 800 полицейских ранено, и, наверное, с дюжиной, я не помню сейчас точно, цифра убита. При этом, так сказать, из демонстрантов, насколько я знаю, там иногда вот в Сиэтле, в так называемом ЧАПС, там они друг друга постреляли, и вот такие случаи есть. Но чтобы кого-то убили полицейские, вот этого я не припомню. А все это началось, если вы помните, со смерти Флойда. Флойда. Да, сейчас появилась, Daily Mail овладела записью с бади-камерой, с нательной камеры полицейского, где отчетливо видно, что он не в себе, и начинает кричать о том, что он не может дышать еще до того, как на него надели наручники. И потом есть информация, что якобы он умер не, так сказать, под полицейским, а уже в госпитале, и умер от остановки сердца, и там у него такой винегрет в крови нашли, что вообще удивительно, как он еще столько времени прожил. И вот это послужило поводом к этим демонстрациям протеста. Ну, вы помните, эти похороны, такие пышные, ни один президент не удостоился подобного. Проходили в нескольких городах, в золотом гробу его хоронили. В общем, мерзкое зрелище, абсолютно. А самое неприятное, то, что какая-то часть населения, так сказать, покорно вставали на колени, причем это были представители власти. Вы помните этого мэра из Миннеаполиса, который рыдал, стоял на коленях у гроба Флойда. В общем, и каются. И теперь Black Lives Matter занимается обычным рэкетом, ну, то есть тем, чем занимались лидеры афроамериканских, так называемые лидеры афроамериканской общины, это Джесси Джексон, Эл Шарптон, известные вам, они занимались буквально рэкетом. А сейчас вот в Луисвилле, по-моему, в Кентаке выдвинули требования, значит, либо вы принимаете на работу 23% от своего личного состава, так сказать, из афроамериканцев, причем и на управленческие должности, либо вы платите нам отступные. То есть такой типичный вульгарный рэкет. Про Флойда уже все забыли, забыли, как его зовут, как он выглядит вообще и что эта ситуация была. Вот примерно так все это выглядит, а полицейские в Миннеаполисе вообще приняли решение расформировать, ну, не расформировать, дефинансировать, ну, а как как иначе назвать? Лишить финансирование значит лишить возможности работать полицейским. Они говорят о том, что нет, Байден выступил, но он, правда, какую-то фразу подобрал, не дефинансирование, а релокейшн, то есть перераспределить деньги. Что значит перераспределить? Это значит забрать у них и отдать другим. В основном они настаивают на том, чтобы деньги, которые идут на оплату полицейских, пошли как в качестве инвестиций в социальные программы в Майноритис, то есть вот таким организациям, как Джесси Джексон, им нужно отдавать деньги, они уже будут организовывать свой народ подопечный на выборы, я так полагаю, других требований к ним не предъявляется. Ну, кстати, полиция всегда является заложником положения, вот я по Хабаровску смотрела, это было интересно, по первости, когда люди озверевшие вышли на площади, толпа, конечно, вела себя сначала достаточно агрессивно, потому что у людей накопилось много претензий, и тут всегда патовая ситуация, то есть люди изливают свой гнев, неважно по какому поводу, а полиция, которая, ну, отведена ей роль некого охранника правопорядка, всегда на передовой, и, конечно, в них иногда летят и булыжники, и камень, и все остальное, но люди на удивление вот в Хабаровске вели себя крайне аккуратно и крайне спокойно по отношению к полицейским, и впервые в жизни я наблюдала картину, я просто помню прошлогодние митинги в Москве, когда у меня друзей просто избивали дубинками, мы-то просто проскочили, чисто случайно вот нас не застало рикошетом, и мы в толпу вынесли, нас просто в другую сторону вынесло, а ребят били дубинками по голове, причем налетали достаточно свирепые росгвардейцы, такие разозленные молодчики, может быть, ненавидящие свою жизнь, они не знают куда столько злости, а хабаровские полицейские ребята приносили людям воду попить, потому что была почти 40 градусная жара, и когда измученные люди, ходящие там 5-6 часов по площади, изможденные, прислонялись к деревьям в полуобморочном состоянии, полиция просто приносила воду, и это я впервые наблюдала, для меня это было как-то невероятно трогательно, потому что если начнется вот это противостояние первой крови, и в толпе всегда может оказаться, конечно же, провокатор, который подойдет, разобьет полицейскому голову, и уже будет непонятно, кто первый начал. 100%, давайте попробуем, не дождался радиослушатель, 847-400-5200, телефон нашей студии, если есть вопросы, у нас не так много времени остается, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. А я бы хотела по поводу, вот они сдохнут, вот эта фраза болтается уже очень много по интернету, но я хотела бы напомнить, где это было сказано на клубе «Валдай», когда Путина спросили о концепции ядерной войны, то Путину пришлось пояснить, что когда ему надо было убедиться, что Россия сделает это только после того, как убедиться, что потенциальный агрессор наносит удар, и он сказал об этом, наша концепция, это ответ на встречный удар, он говорит, что мы не будем примитивный удар ни при каких условиях, он объяснил это, почему сейчас вы это перекручиваете, я вот хотела гостей сказать. это ненависть. «Ответьте мне, кто еще из верховных главнокомандующих позволяет себе риторику в отношении других государств, говоря, что они сдохнут?» А вообще-то о каких государствах сказано? Вы мне напомните, какие были названы государства? Я даже не буду «Вы вот сказали об агрессоре, это был собирательный образ, только тот, кто принесли...» Хотя Вадим Верховный главнокомандующий посмел бы себе сказать, что они сдохнут. Это что за блатная бандитская риторика в официальном обращении? «Спасибо большое за ваш звонок. Понятно, есть сомневающиеся и у нас тут тоже люди». Нет, возможно, женщина большой фанат Владимира Владимировича, возможно, она считает его чудесным президентом и самым лучшим на планете Земля, но я, честно, не слышала ни одного президента, который бы смел так, что Трамп говорил, что кто-то сдохнет. Да, и еще по поводу наших учителей, ну, вернее, даже я бы не сказал, что это учителя, хотя часть учителей идут в русле профсоюзов, скорее всего, это профсоюз в политических целях устраивают вот такие тяжбы. учителя якобы боятся, что они могут заразиться и умереть, мол, наша жизнь не стоит того, чтобы вот детей вернуть в школу. А хочется посмотреть в глаза этим учителям, которые сидят дома, получают зарплату, причем они считаются государственными служащими, зарплату, бенефиты, все в порядке, живут, неважно там, что происходит в стране, они при своей зарплате. А вот, скажем, люди, которые вынуждены работать, там, почта, полиция, врачи, медсестры, продавцы в магазинах больших, которые были открыты, все были закрыты, мелкие магазины, а только большие магазины были открыты, в которых работали люди, которые через руки, которых проходили тысячи и тысячи людей ежедневно, то есть, значит, эти могут умирать, бог с ними, потому что они вынуждены зарабатывать себе на хлеб, а вот учителя не могут, потому что вовсе не обязательно можно сидеть дома и получать зарплату в полном объеме, в полном объеме, то есть, не знаю, как-то это цинично очень со стороны. Кстати, если у нас есть минута, еще хотя бы, да, пожалуйста, минута, я бы хотела как раз сделать акцент вот на слове зарплата, да, раз чудесный, замечательный, великолепный Владимир Владимирович Путин, которого так обожает звонившая нам замечательная женщина, сделал вот что, он прислал сейчас в Хабаровск Дегтярева, это лично по его указанию было, в его личном обращении назначенный человек, значит, читаю BBC Russian News, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снять запрет на использование бизнес-класса во время командировок для региональных чиновников. Запрет был введен его предшественником Сергеем Фургалом, арестованным по делу об убийствах. А я напомню, что помимо этого Фургал, во-первых, срезал всем чиновникам зарплату, он выступил с прямым предложением, срезал в том числе и себе, то есть, он уменьшил содержание госаппарата, сократил число чиновников, снизил зарплаты себе и премии, отказался от передвижения на машине с мигалками, и вдруг замечательный Владимир Владимирович сказал, этого человека мы убираем, а назначаем Дегтярева, и все преференции чиновникам возвращаем. По-моему, прекрасный человек. И наш местный губернатор тоже в то время, когда народ страдает, затянув пояса, потому что нет бизнеса, нет работы и так далее, он, так сказать, своим служащим, всем штатным работникам повышает заработную плату, которые получают ее независимо от того, работают, не работают, что происходит, какова ситуация в штате, как разбирается с бюджетом. Повышение зарплаты регулярно, для них регулярно. Штат находится в дыре, в такой экономической, ну, как, собственно, любой штат, который управляется демократами, как большинство, вернее, штатов, которые управляются демократами. Но, тем не менее, зарплату они себе повышают, а вот, когда речь идет о том, что денег нет и надо сокращать, со счет стариков, то есть, есть масса социальных программ для тех, кто на пенсии, для тех, кто не в состоянии работать, и вот тут начинаются всевозможные сокращения. А вот себе зарплату и пенсию повышают регулярно, просто регулярно, автоматически. Ирина Сергеевна, огромное спасибо и до следующей встречи. Спасибо. Спасибо всем звонившим огромное. Субтитры создавал DimaTorzok